9 октября исполняется 75 лет завершения битвы за Кавказ. Кровопролитные бои проходили на Кавказе во время Великой Отечественной войны Советского Союза против агрессоров вермахта фашистской Германии. Очень много хасаюртовцев участвовало в битве за Кавказ. Они прошли славный боевой путь. Некоторые погибли. Их имена в книге памяти Хасаюрта и Дагастана приводятся. По ним, по сохранности могил мы проводим работу, в том числе по Чеченской республике, Ингушетии и других местах Кавказа. Среди погибших Юзупов Азирхан Ибабович на станции Ищерская. Он был похоронен. Много лет назад мы нашли его могилу. Добились, чтобы на братской могиле унесли его имя. И сейчас тот памятник братской могилы, который там был, хотят восстановить. Наши студенты ездили на раскопки в город Молгобек. Места боев. Город Молгобек – это город воинской славы. Грозный тоже получил звание города воинской славы. Мы, ведя поисковую работу, пишем письма в разные места и получаем ответы, потому что поисковая работа по переписке не везде сейчас ведется. И когда мы пишем о делах ТОКС Касавюрта, волонтерах-кроведах, учебных заведений, ПИД-колледжа, Аграрно-экономического колледжа и других, получаем благодарственные отцы, что этой работой у нас занимаются. Успехи ТОКС, отмеченные Министерством образования Российской Федерации, штабом ТОКС, другими организациями, это стимул для дальнейшего улучшения нашей работы. Хочу рассказать некоторые примеры наших поисковых дел. Недавно мы сообщили в Чечню, что Шакуно Михайлович, кавалер орденов славы Трехстепеней, воевали и на их территории. Они были очень рады. Алагирская районная газета Северной Осетии опубликовала статью по нашему материалу. Ранее их газета Северная Осетия пригородного района тоже опубликовала наш материал. Много статей нашей были в газетах Краснодарского края. И, узнав о наших делах, представитель Дагестана на Кубане звонком поздравил нас с праздниками и поблагодарил за проводимую работу по восстановлению эпизода Великой Отечественной войны. Мы эту работу ведем активно. Подключаем к этой работе штабом ТОКС и учебные заведения школы в 16. В последнее время эту работу ведет активно. Ведем переписку и о укладе партизан в битву за Кавказ. В Кызлярском районе были партизаны в других местах Северного Кавказа. Дагестан готовился встречать фашистов, но до Дагастана фашисты не дошли. были остановлены под Грозным. Некоторые боевые действия на Гайском районе проходили. Несколько бомб упали и на Хасавюрт. По речке двигалась отара овец и их бомбили и рынок подвергся тоже бомбежке со стороны фашистов. Связи с городами-героями Новороссийскими и другими у нас есть. Городами воинской славы, их краеведами. Новые планы тоже у нас есть. Битву за Кавказ существенный вклад внесли многие знаменитые полководцы и военоначальники. Родион Малиновский, Андрей Еременко, Иван Ефимович Петров, Иван Масленников, Чуленев Иван, Владимирский Лев и другие. Места, с которыми связана их судьба, мы пишем тоже, сообщаем о своих подвигах, о своих поисках и пропагандируем, какой трудной ценой была добыта победа над фашизмом. Хасавюрты на улице Дачная в угловом доме висит табличка о пробивании здесь штаба 44-й армии. По пути на фронт 44-й армия останавливалась Хасавюрты. Некоторые части были в селении Аташюрт. В Хасавюрте были знаменитый генерал Петров Иван Ефимович, о котором герой Советского Союза Карпов написал книгу «Полководец о его боевом пути». И в этой книге есть упоминание о пребывании Петрова в Хасавюрте. Малиновск Масленников Иван тоже был Хасавюрте. Он тоже герой Советского Союза, как и Петров. В моей книге 2010-го года о них есть рассказ. Очень много воинских частей получили почетные наименования Анапских, Новороссийских, Кубанских, Темрюкских, Таманских и так далее. И пропаганду подвигов мы ведем тоже на мероприятиях «Токс». К нашей работе интерес проявили и филиалы Дагестанского государственного университета, где волонтерское движение тоже есть. Этот год волонтеров и Кровеческое движение тоже идет в рамках волонтеров. Некоторые учебные заведения возрождают клубы интернациональной дружбы, знаменитые в советское время Киды. Руководство страны тоже знает об этом, подчеркивает, что важность интернационально-патриотической работы всегда будет поле внимания руководства страны. по подвигам воинов на Северном Кавказе мы много мероприятий проводим в учебных заведениях. Например, недавно в Питколледже, аграрном колледже говорили о героях Советского Союза Эмировой Валентине, Курбановой, Сумене, Гамзатове, Магомеда Шакунова, Михаила Александровича и других. Пишем в музее об этой работе, материалы, пишем в учебные заведения и рады бывают там узнать об этом. Вот недавно мы написали Чечню в Совет ветеранов Чечни краеведам, что кавалер Орденов Славы Первой Степени Шакунов одно время воевал и на их земле, об этом они не знали. Вообще для Чечни мы открыли более 30 героев Советского Союза, ставшие кавалером Орденов Славы Первой Степени, которые воевали там. Послали им список дагестанцев около 500. Годы Великой Отечественной войны похоронены в Чеченской республике, чтобы их память возродили на братских могилах, чтобы внесли их имена. Эта работа начата, но еще до конца не доведена. подвиги наших земляков на битве за Кавказ мы пропагандируем тоже. Недавно мы открыли, что третья штурмовая инженерно-саперная неманская ордена Кутузова бригада была сформирована Буйнакски ранее и совершила славный боевой путь от Буйнакска до стран Европы проходя боевые пули. Пропагандируем подвиги первой штурмовой инженерно-саперной Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова Комсомолской бригады. Об этом мы говорим в связи с тем, что 29 октября страна Тагестан и город будут отмечать 100 лет комсомола. Подвиги комсомольцев в Великой Отечественной войне мы пропагандируем. План администрации города разработан и ТОКС этот план выполняет успешно. Выполняет бронепоезды реализуя конкретными делами. Бронепоезда были созданы в Дагестане. Бронепоезда, которые были направлены на Великую Отечественную войну, созданы в Дагестане, Комсомолы из Дагестана и другие. И они прошли по Северной Осетии славный боевой путь. Центральный Совет ветеранов органов железнодорожной системы знает о наших поисках и ведут работу по пропаганде наших этих поисков. мы ее насылаем и они используют у себя в ответ получаем книги «Воевая слава Дагестана» книга написанная Путерброд Александром Ирентьевной много рассказывает о подвигах и наших осаютовских земляков и вот об одном из них Рыбников Александра Ильича мы недавно выяснили что он учился в школе селения Аксай и стал героем Советского Союза он похоронен в Старопольском крае с ними мы связь тоже наладили обмениваемся опытом Авакаров Каде на фронт поехал через Хасавюрт его час было здесь потом они сели на поезд эшелон поехал на Северный Кавказ и бутве на Северном Кавказе он участвовал совершил подвиги получаем мы благодарственные письма из разных мест одно из них было от депутата Государственной Думы Умаханова Умахана он оценил наш труд мы ему передали наши поиски передали книги и они оценили наш труд в Госдуме Российской Федерации тоже посылаем и местаскиваем переписываемся и газеты вот они получают высокую оценку публикации в нашем газетах и Хасайюрта других мест агроколледжи и педколледжи прошли мероприятия в рамках жизни всегда есть место подвигу и приглашенные гости высоко оценили эти мероприятия наши по патриотическому воспитанию молодежи аналогичная работа проводится и в других учебных заведениях мы планируем через TOCS и их работу пропагандировать есть приглашение в ряд учебных заведений куда мы готовимся отчитываемся о проводимой работе привлекаем школьников и студентов к работе TOCS вообще в составе TOCS касается пока 4-я школа и 10-я школы а студенты нашего города единственные среди 100 школьных отрядов нас приняли за особые заслуги в штабе TOCS труд TOCS школ этих и агроколледжи и педколледжи оценят недавно мы сообщили что сформированную Краснодаре 15-я штурмовая инженерно-саперная Винницкая Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого бригада тоже прошла славный боевой путь очень рады были там узнать об этом и получить некоторые сведения подарок мы получили книгу непокоренная Кубан где очень много эпизодов приводится о подвигах на Кубане воинов автор сам уроженец тоже Ставропольского края но книгу председатель Краснодарской краевой организации ДОСАА он был с 82 по 87 год книга очень интересная есть книга солдатский подвиг где также приводится много подвигов в том числе хасаютовцев на фронтах Великой Отечественной войны мы их подвиги пропагандируем тоже вот наши публикации в последнее время много бывает в журнале Салатави Алмак и рады бывают они получить новую информацию от тех кто воевал в Великой Отечественной войне и час судьба связанного с этим селом и так далее вот ведем поиск от тех кто награжден медалью за оборону Кавказа такая медаль была учреждена и мы эту работу проводим пропагандируем подвиги наших земляков в битве за Кавказ некоторые материалы мы дали музей города музей Дагестана музей воевой славы парк лиринского комсомола в Махачкале наш труд был освещен и в газете ветеран где отметили наши успехи воинской работы и газета ветеран опубликовал материал нашу работу прославили и мы эту работу будем дальше продолжать сотрудничая с газетой ветеран в этой газете много бывает материалов по битве за Кавказ мы их вырезаем посылаем местах переписываемся используем и у себя работы хасавюртовской газеты действо дружба насы хат публикуют наши материалы иногда их мухтюз и читатели благодарят нас за проводимую работу газета дагестанская правда публикует тоже материалы ток хасавюрта и о других воинах и когда мы что-то полезное находим вырезаем посылаем места где они были воевали трудились работали и так далее вот пропагандуем и подвиги Шугаева Эльбуддина героя Польши мы нашли документ что он родился в Бунаском районе а жил он в поселке Тарки под Махачкалой и ранее считалось что он там родился но он там жил а родился и детство провел в родном селе рады были краеведы Бунаского района этой вести Молгобек мы послали материал о Инчилове Гаджи ветеран военный дагестанец который воевал на Кубани в других местах и совершил подвиги получил награды рады были там о нем узнать тоже в ходе поисковой работы мы связались с краеведами города Гулкевичи Краснодарского края от них получили книгу об экспонатах музея и узнали что наш земляк Исмаилов Абдул-Хаким подруживший с нами на Рейхстаге в их музее известен и знаменитые фото халдея на крыше Рейхстага хранится в музее города Гулкевичи Краснодарского края халдей подарил свой архив им и этот оригинал этого документа там Хочу сказать что часто наши материалы публикует Перелюбская газета Целинник Перелюбская газета недавно тоже опубликовала статью о Хасаюртовце без Крубинцеве их земляке который погиб в Краснодарском крае и мы добились чтобы его имя внесли на братскую могилу так как ранее там не был он отмечен среди тех кто отличился на службе в Северном Кавказе мы тоже отмечаем наших молодых ребят которые служат на Северном Кавказе славные дела поколений старших продолжают и воинские части все Кавказа получая эти материалы бывают очень довольны есть у нас связи с воинской частью ПВО селены Трекли Мектеп Ногайского района они тоже проявили интерес к ТОКСу и мы им сообщаем свои успехи узнал и здесь мы видим много эпизодов по битве за Кавказ участие дагестанцев в боях в тех местах и для себя много интересов мы нашли очень много мероприятий к 70-летию битвы за Кавказ проводятся в агроколледже будут конкурсы сочинений будут конкурсы чтения стихов о войнах и в том числе с участием активистов ТОКС мы об этой работе будем сообщать и другие места Министерства образования и науки Дагестана эту работу ценит тоже есть у нас книга Жены Покрышкина Марии Кузьминичной Жизнь отдана небу очень много здесь есть эпизодов об участии легендарного покрышкина в боях с фашистами в небе Северного Кавказа и из участия его на службе воинской части у Манаса за Махачкалой там он даже женился и впервые наш Токс установил этот факт его службу у Манаса свадбу скромную через много лет Мария Кузьминична приезжала туда взяла землю с места где они с мужем служили часть земли она насыпала на землю мужа а часть оставила себе и дети ее завет выполнили вот книга генерала Сафонова записки начальника штаба он был начальником штаба 157 стрелковой бригады которая была в Хасавюрте потом на ее основе созданной 301 стрелковой дивизии и здесь указано его пребывание 157 стрелковой бригады в Хасавюрте у села Ваташюрт тоже много эпизодов боев за Кубан в этой книге приводится боевой путь 61 стрелковой дивизии написал бегунов здесь тоже приведены очень много эпизодов боев на перевале главного Кавказского хребта на Кубане и других местах Хасавюрте Смолаев был в составе этой дивизии дату его гибели мы знали а вот потом потом вычисления установили что эта часть в то время была на закавказском мест фронта и там мы его могилу будем останавливать и идя навстречу 75-летию битвы за Кавказ большую работу проводят библиотеки учебных заведений города выставляют книги о боях на Кавказ участников войны битвы битвы за кавказ тоже они упоминают на стендах и так далее нужно эту работу провести во всех учебных заведениях как грандиозное событие Великой Отечественной войны 9 октября поэтому учебных заведениях в школах этот день надо иметь ввиду и проводить мероприятия проводить конкурсы сочинений и лучших поощрить и эту работу надо сообщить штаб ТОКС некоторые говорят мы эту работу провели мы такую работу провели другую провели но не доводят его через прессу в отчетах до инстанции поэтому надо написать о своих мероприятиях штаб ТОКС мы будем использовать и на слетах ТОКС Махачкала и на передачах телевидения города района Дагестана в прессу надо писать в газете о том что сделано вот газета Орленок просит тоже что наши школьники студент теперь вторых курсов написали им об интересных мероприятиях большой резонанс в Тагестане вызвала статья Саванчиевой из 11 школы которая написала о своем роде дедуш прадедушке участники войны мы в администрации тоже отметили эту хорошую работу передали в газету НИСО чтобы они перепечатали 9 мая дагестанская правда и мою статью опубликовала поэтому связь со средствами массовой информации газетами Хасавюрта надо усилить передать им свои материалы они охотно опубликуют и когда какое-то учебное заведение мы отмечаем или поощряем мы основываемся на тех материалах которые нам были доступны в каждой школе побывать часто не удается вот поэтому такая просьба передавать отчеты в комитет по делам молодежи города штаб ТОКС города редакции газет большую помощь в этом нам оказывает телевидение Гелиос они нашу работу пропагандируют всегда готовы выслушать поэтому активисты учебных заведений тоже могут сюда прийти и тут на месте рассказать о том что проводится спасибо за внимание о мероприятиях 100-летию комсомола тоже мы потом расскажем это что выслушать Продолжение следует...